Сухая информация. Читаю. Почти гектар по адресу Приморская улица 1 и 1Б намерен передать Одесский горсовет в аренду компании «Трансрегионсервис Украина». Соответствующий проект решения депутаты рассмотрят на сессии 8 февраля. Речь идет о трапециевидной форме участка под литературным музеем и мэрией. Фирма хочет построить там 12-этажный торгово-развлекательный центр «Портика Мол». Ограничения по высотности 21,3 метра на углах кварталов приняты для исторического центра, основная часть которого размещена на верхнем плато города на отметках около 32 метров дневной поверхности, в то время как рассматриваемая территория расположена ниже с перепадом высот почти в 22 метра, говорят разработчики проекта. Ради торгово-развлекательного центра снесут разрушающееся здание бывших портовых складов 1810 года, исключены из числа памятников в 2008 году. Что ждет руины на лестнице Лонжероновского спуска, так называемую мечеть, неизвестно. История давняя. Впервые этот вопрос был поднят еще в феврале 2014 года, когда аналогичный проект землеотвода несколько неожиданно появился в повестке дня сессии Горсовета. Тогда депутаты возмутились и проект, что называется, зарубили. Теперь, видать, начинается вторая часть армезонского балета. Я давно перестал считать наш градостроительный совет профессиональным экспертным сообществом. Подавляющее большинство его участников, как правило, идут на поводу у состройщиков. Они готовы закрыть глаза даже на очевидные вещи, когда, к примеру, выдавали разрешение на строительство пристройки видеоофиса на французском бульваре, где пешеходы были бы вынуждены шагать по трамвайным рельсам. Было и такое. Но это, так сказать, полбеды. Проблема заключается в том, что ни члены градостроительного совета, ни офис главного архитектора города не рассматривают поданные на рассмотрение проекты самого главного. Насколько они отличают нужным одесситов и в чем способствуют развитию Одессы? Удерживая в памяти основополагающую мысль – не навредить историческому силуэту Южной Пальмиры и ее знаковым местам. Кто нам объяснит, на чего нужен 12-этажный торгово-развлекательный центр, который будет иметь выход на Приморскую улицу, забитую автомашинами магистраль? Одесситам, добирающимся через перецепь на поселок Котовского, решили создать дополнительные трудности в виде постоянных пробок? В центре города не хватает универсамов, бутиков, развлекательных площадок? Я бы понял, если речь шла о таких районах, как Черемушки, Таирово, Молдаванка и тот же поселок Котовского. Но там такие громадины почему-то возводить не желают. А что будет со зданием, представляющим историческую и культурную ценность? Это я у литературного музея, стратегической близости которого собирается возводить этого монстра. Неужели непонятно, что любая стройоплощадка такого масштаба будет заполнена мощной техникой, выгрызающейся в склоны, на котором стоит музей? Есть еще один аспект, который просто обязаны взять в свои головы и руководители мэрии, и депутатский корпус. По сути, даже внесением в повестку дня сессии этого вопроса, власть точно возбудит не только любящих свой город одесситов, но и массу профессиональных активистов, чтобы в очередной раз поскандалить на тему «Наши на такое не пошли». Понимает ли это в мэрии?